16 марта отмечается Всемирный день селфи. Однако, если несколько лет назад это был просто забавный праздник, отражающий привычку людей фотографировать себя, то теперь он символизирует еще и серьезное пристрастие человечества к смартфонам. А это не такая уж и безобидная зависимость. Сколько уделяют времени гаджетам жители Твери, выяснила наша съемочная группа. На сегодняшний день из-за постоянного присутствия гаджетов в нашей жизни ученые уже разработали определенную таблицу, регулирующую использование смартфонов для пользователей разных возрастов. Так, маленьким детям не рекомендуется проводить время в телефоне, подросткам — два часа с длительными перерывами, а сфокусированная зрительная нагрузка для взрослого человека должна быть не более шести часов. Однако, удается ли соблюдать рекомендации ученых в повседневной жизни? 14 часов в день, потому что я и маркетолог, и я еще СММ-специалист, и постоянно сижу в телефоне. Я провожу в телефоне очень мало времени, потому что я работаю и я учусь. К сожалению, в связи с трудовой деятельностью приходится практически большую часть времени в сутки посвящать использованию гаджетов. Со зрением у меня и так проблемы, поэтому не особо беспокоит, будет ли дальнейшее ухудшение. Как показал опрос, большинство респондентов, даже осознавая плачевные последствия своего физического здоровья, уделяет гаджетам время, в несколько раз превышающую норму. Однако, как говорят специалисты, чрезмерно долгое использование смартфонов негативно влияет не только на зрение и осанку, но и на психическое состояние людей и их коммуникативные способности. Навыки коммуникации все равно они отрабатываются при личном общении. А отсутствие личного общения в связи с тем, что человек практически много времени на очень сетях ведет к тому, что в реальной жизни люди, в общем-то, испытывают стресс. Физика однозначно перегружена огромным количеством ненужных пустых контактов. Это однозначно тоже вызывает излишнее перенапряжение и стрессовую ситуацию. Разумеется, каждый сам выбирает для себя, сколько уделять времени использованию гаджетов. Однако всем любителям засидеться в телефоне на несколько часов к ряду придется учесть, что последствия для их физического и душевного здоровья будут плачевными.